здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем курс лекции по литературе меня зовут никита и сегодня мы вновь говорим о творчестве михаила юрьевича лермонтова сегодня мы поговорим о его стихотворениях уже в шестом классе мы говорили о лермонтове как о поэте мы рассуждали о его стихотворениях парус и многих других и говорили о том что в его творчестве доминирует мотив одиночества сегодня мы будем смотреть на лермонтова несколько под другим под другим углом многие кстати говоря сравнивали его творчество с творчеством английского поэта байрона сравнение доходили до того что лермонтов был вынужден ответить всем тем следующими строчками нет я не байрон я другой еще неведомый избранник как он гонимый миром странник но только с русскою душой я раньше начал кончу ране мой ум немного совершит в душе моей как в океане надежд разбитых груз лежит кто сможет океан угрюмый твои изведать тайны кто толпе моей расскажет думы я или бог или никто так вот мотивы божественного в произведениях лермонтова они начинают проявляться мы говорили о том что лермонтов не прожил достаточно долгую жизнь и по мнению многих он мог бы дотянуться до величия самого поэта гёте одного из лучших мировых поэтов мы сегодня рассмотрим некоторые его стихотворение лермонтова первое стихотворение называется молитва надо сказать что многие поэты обращались к этому жанру и к таким стихотворением молитву мы например можем наблюдать и у александра сергеевича пушкина в минуту жизни трудную тесницель в сердце грусть одну молитву чудную твержуя наизусть есть сила благодатная созвучиях слов живых и дышит непонятная святая прелесть в них с души как бремя скатится сомнение далеко и дышится и верится и плачется и так легко легко обратите внимание а когда мы с вами или вообще люди обращаемся к молитве конечно же когда нам тяжело да то есть как у лермонтова в минуту жизни трудную когда грусть на душе когда нужен тот кто сможет от всего этого избавить и если мы не находим ни у кого поддержки то мы этого просим у каких-то высших сил например у бога обратите внимание какой предстает молитва в стихотворении лермонтова какие он употребляет эпитеты красочные художественные определения в отношении молитвы это и сила благодатная да то есть это некая такая благодать которая сходит на нас когда мы обращаемся к молитве это и слов живых то есть это не просто мертвые какие-то обычные слова до черные по белому это слова которые пробуждают в нас какую-то энергию святая прелесть вот что пишет лермонтов о молитве и какой же появляется итог да к чему все это приводит что бремя скатится до уходит печаль и дышится легко и живется легко и все становится замечательно вот такое стихотворение молитва следующее стихотворение которое мы рассмотрим называется ангел надо сказать что у лермонтова есть поэма демон где он обращается к потусторонним силам к искусителям да то есть а сейчас мы познакомимся со стихотворением ангел по небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел и месяц и звезды и тучи толпой внимали той песни святой он пел о блаженстве бескрешных духов под кущими райских садов о боге великом он пел и хвала его не притворно было он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез и звук его песни в душе молодой остался без слов но живой и долго на свете томилась она желанием чудным полна и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли обратите внимание какие здесь образы фигурирует это и образ ангела который несет некую песню который несет душу молодую да то есть в какой мир приносит эту душу в мир печали и слез это в мир собственно говоря в реальный мир где господствует войны где господствует жестокость обратите внимание на песню которую поет ангел о чем эта песня это песня о блаженстве безгрешных духов о великом боге да то есть и эта песня остается с этой молодой душой обратите внимание на важный художественный прием в этом стихотворении это прием антитезы противопоставления что здесь противопоставлены это с одной стороны живой звук песни ангела и скучные песни земли то есть песни жестокости песни возможно тирании песни печали песни слез и конечно же они никак не могут пошатнуть вот эти замечательные песни ангела следующее стихотворение это стихотворение которое называется по первой строчке когда волнуется желтеющая нива когда волнуется желтеющая нива и свежий лес шумит при звуке ветерка и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка когда роско росой обрызганный душистой румяным вечером или утро в час золотой из-под куста мне ландыш серебристый приветливо качает головой когда студеный ключ играет по оврагу и погружая мысль в какой-то смутный сон лепечет мне таинственную сагу про мирный край откуда мчится он тогда смиряется души моей тревога тогда расходятся морщины на челе и счастье я могу постигнуть на земле и в небесах я вижу бога обратите внимание на интересную композицию этого стихотворения оно состоит из четырех четверостишей и первые три четверостишья они начинаются всегда одинаково да то есть некая такая анафора да идино начать и когда 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 да то есть когда волнуется желтеющая нива когда студеный ключ играет про врагу и здесь мы снова видим знакомые нам художественные средства олицетворения поэт оживляет природу да то есть и здесь некий студеный ключ лепечет таинственную сагу да понятное дело мы можем сказать что это нереально не может такого быть да но здесь поэт специально да то есть оживляет вот эти все атрибуты природы которые общаются с поэтом для чего чтобы показать что в этот момент происходит и в четвертом четверостишья мы видим что же происходит с поэтом когда вот это все сливается воедино тогда смиряется души моей тревога тогда расходятся морщины на челе и счастье я могу постигнуть на земле и в небесах я вижу бога обратите внимание какие мы с вами рассмотрели стихотворение во всех их есть образ божественный образ молитвы образ ангела да то есть в этих стихотворениях по-своему переданы различные художественные средства они очень легкие для запоминания они легко ложатся на ум да то есть и порой и хочется повторять и запоминать и лермонтов уже обратите внимание он совершенно здесь другой он не тот который написал стихотворение смерть поэта яростно обличая общество и не тот который воспевал битву бородинскую да и не тот который просил бури да то есть стихотворение парус и мы не видим каких-то может быть мотивов одиночества хотя в какой-то степени они где-то и угадываются но не везде на этом наш урок подошел концу спасибо за внимание встретимся на следующих занятиях